Добрый вечер, уважаемые слушатели! Меня зовут Игорь Нилкин, я работаю в Институте физики в Центре квантовых технологий. Сегодня я хотел бы рассказать вам небольшую лекцию о спинных волнах или что же самое о магнонах. И вообще область исследования спинных волна называется магноника. Значит, почему я выбрал эту тему? Потому что это очень такое горячее направление в последнее время. Ну и плюс мы этим занимались последние примерно года полтора-два, поэтому мне это особо интересно. Вот. Ну давайте начнем. Здесь на слайде показана частота встречаемости имен spin wave, ну это спинная волна или магнон в статьях научных, в названии или в ключевых словах. Вот. Видно, что примерно последние лет, ну 10, может быть, чуть меньше даже, интерес к спинным волнам очень резко возрос. Это связано с, скажем так, прорывными работами, которые показали возможность применения спинных волн в определенных сферах и, как бы, показали инструментарий, как с этим работать. Вот. Об этом мы сегодня и поговорим. Но для начала мне нужно ввести, как бы, у вас немножко в курс, что такое ферромагнитный материал, потому что кто-то, может, об этом не знает или подзабыл, потому что я с этим потом буду работать. У нас, как вы знаете, есть атомы, вот эти синие кружочки — это атомы, здесь показаны, вот, и у некоторых атомов есть магнитный момент, то есть это, можно сказать, маленький-маленький магнитный диполь или маленький-маленький магнитик, вот. Если, значит, магнитного момента нет, то это материал называется демагнитный. Если магнитный момент есть, но они не упорядочены, эти магнитные моменты, то это паромагнитный материал. А вот если есть довольно сильная связь между этими магнитиками, которая стремится их сделать все параллельными, то материал называется ферромагнитный. Вот. Причем существует еще температура, при которой он перейдет в паромагнитное состояние. То есть, грубо говоря, при повышении температуры, в конце концов, тепловые колебания разрушат этот порядок, и он станет вот таким вот хаотичным тоже материалом паромагнитиком. Вот спинные волны, они могут существовать только в материалах с упорядоченным магнитным состоянием, это ферромагнетики, ну или более сложные ферромагнетики, антиферромагнетики. Но мы будем говорить про простые варианты, про ферромагнетики. Вот. Впервые предложил вообще концепцию спинных волн Феликс Блох, швейцарский ученый, который потом получил Нобелевскую премию, правда, не за спинные волны, а вообще за вклад в науку в этой области. Вот. И он, уже зная, что существуют волновые функции, волновая природа, эти вещества, атомная структура, электронная структура, он предположил, что… или магнитный момент у атомов есть, предположил, что эти магнитные моменты могут быть возбуждены. То есть появляется некое возбуждение, допустим, перевернутый момент в другую сторону за счет теплового, допустим, воздействия. И вот такое возбуждение, оно живет, как бы, существует в виде волны. И он назвал это спинной волной. При этом, как бы, он, как вывод, сказал, что такие волны, они должны понизить на магничность материала, поскольку у вас волна — это есть некое отклонение от равновесного направления. То есть ваш магнитный диполь, момент, он отклоняется от равновесного направления и тем самым понижает магничность материала. Вот. И он даже рассчитал, как бы, зависимость от температуры. Чем больше температура, тем больше спинных волн, тем сильнее у вас момент проседает. Вот. И это, как бы, было описано для тепловых некогерентных спинных волн, то есть возникающих за счет теплового возбуждения. Вот. Ну, как-то сделать анимацию такого теплового возбуждения попытались люди, вот пример такого возбуждения, вот все эти палочки — это магнитные моменты упорядоченные. И вот мы один отклоняем в какую-то сторону за счет какого-то возбуждения, и вот начинается релаксация этого возбуждения. Это, как можно сказать, некая тепловая спинная волна. Вот. Соответственно, уменьшение магничности, оно вот такого характера должно нести, вот эта штрих-пунктирная красная линия, это очень слабый эффект, на самом деле, при очень низких температурах. То есть его, на самом деле, очень сложно еще обнаружить. Вот. Но люди этим занимались, очень аккуратно меряли, и обнаружили, что, на самом деле, степень 3-вторых — это не обязательно такая-то там степень. Они там разные, в зависимости от материала, от степени, от как бы характера взаимодействия. Вот. Там много разных степеней. Он начинает от 10-вторых и кончая, ну, наверное, сам маленький от 3-вторых. То есть там много вариантов. Но блок в целом, как бы, концепцию правильно предсказал. Другой вариант, где можно увидеть эти тепловые спинные волны, довольно просто. Это просто померить сопротивление у ферромагнитного материала в зависимости от магнитного поля. Значит, в чем тут идея? Идея в том, что эти спинные волны, или магноны, мы их будем называть, они рассеивают электроны дополнительно. То есть чем больше этих магнонов, тем больше у вас будет сопротивления материала. Вот. Но магнитным полем эти магноны можно немножко подавить, их возбуждение, тем самым понизить сопротивление. Вот это и делали люди, в зависимости от разных температур, мерили, как сопротивление для железа, кобальта, никеля менялось при прикладывании магнитного поля. Тут огромные поля, конечно, 30 Тесла, это очень большие поля. Но видно, что сопротивление действительно падает, потому что мы подавляем огно. Это эффект очень хорошо измеряется, легко наблюдается. И поэтому тут уже никаких сомнений нет, что магноны существуют, тепловые. Но мы тоже этим занимались, вот на материале «Полодец железо» в пленках. Тоже видели вот это подавление магнонов, то есть падение сопротивления при увеличении поля. Причем у нас оказалось, что самое большое подавление, то есть самое большое количество магнонов, оно на Тибиатуре Крии возникает. Вот. Дальше эти магноны начинают пропадать, потому что у нас материал становится парамагнитным, о чем я говорил. Вот. Ну, вот немножко поговорить, что спиновая волна действительно существует. Это наблюдался эффект довольно давно. Вот. И надо уже более детально посмотреть, что такое спиновая волна. Так. Не срабатывает почему-то исключение. А вот. Значит, поскольку аудитория довольно широкая, я буду простым языком рассказывать про это. И мне нужна будет некая аналогия. И вот самая простая аналогия — это юла или волчок, вот, у которой есть угловой момент. То есть она раскручена. Мы ее сильно раскручиваем. У нее есть угловой момент, то есть это векторное произведение, радиус вектор на скорость, на импульс. Вот. И, как мы знаем, мы когда раскручиваем волчок, он просто крутится, никуда не двигается, стоит на месте. Но если мы его отклоним от положения, так скажем, равновесного, наклоним немножко, как здесь показано, он начинает процессировать. Вот. Потому что появляется некий крутящий момент tau, торг по-английски обычно говорят. Вот. И он начинает это процессировать. Вот эта аналогия, она похожа будет на процессию нашего магнитного момента дальше. Вот. Запомним эту аналогию. А теперь представим, что у нас есть система управления, как бы закрепленных этих волчков, и один мы начинаем отклонять. Они все процессируют, то есть они все раскручены, крутятся в небольшой угловой момент. Вот. И один мы отклоняем. И при том у нас еще все эти волчки связаны маленькими пружинками между собой, то есть и взаимодействие между ними. Тогда они все начинают процессировать, да, по-своему, но процессия, она довольно упорядоченная получается. И в ней можно выявить некие волновые свойства в этой процессии. Вот. Вот теперь мы перейдем от этих волчков к атомам, к их магнитным моментам. Тут вкратце скажу, что у атома есть магнитный момент, и он связан с тем, что у нас, во-первых, электрон движется по неким орбитам, ну, в самом простейшем как бы представлении, это такая вот круговая орбита, да, то есть это вращение электрона, как у волчка, по сути, да, вращение такое. А второй еще вариант, то, что сам электрон имеет спин. То есть это как бы очень грубо, на классическом языке, это собственное вращение электрона. То есть, грубо говоря, Луна вращается вокруг планеты Земля, но еще она сама вращается. Ну, например, и вот этот угловой момент суммарный спин плюс орбитальный общий момент, он пропорциональный магнитному моменту атома. И, в общем, по той же аналогии, что и с волчком, если подействовать силой на вот эту вращающую систему, имеющую момент большой угловой, то она тоже начнет процессировать. Только вместо силы здесь является поле, эффективное поле, магнитное. То есть система, вот эта процессирующая система реагирует на магнитное поле. Если у нас M направлено вдоль поля, то ничего не происходит. То же самое, что если бы у нас волчок стоял вертикально. Но если мы M отклоним от направления поля или полем отклоним от направления M, то у нас магнитный момент начнет процессировать вокруг этого направления поля. Эта процессия такая же, по сути, по аналогии с волчком. Называется она ларморская процессия, а частота, она пропорциональна этому эффективному полю. Чем больше поля, тем быстрее крутится наш момент. Называется ларморская частота процессии. Так, все, от аналогии мы перешли уже к более-менее физическим объектам стоящим. Что-то у меня опять не срабатывает. Но нужно сказать, что у нас волчок хоть и процессирует довольно долго, но в конце концов он падает на пол. В принципе, то же самое происходит и с нашим моментом. Он хоть и процессирует довольно долго, но в конце концов он выстраивается вдоль поля. За счет того, что есть эффект затухания, дампинг. Это связано с тем, что есть взаимодействие с окружающими атомами. И у нас это наблюдается экспериментально, много раз подтверждено. Вот одна прецессия момента вокруг этого направления поля эффективного, которое затухает. Ну вот в характерное время, видите, всего лишь там полторы наносекунды. Это довольно быстрый процесс. Очень быстрый процесс. И поэтому у нас моменты, в конце концов, все направлены вдоль поля эффективного. То есть, грубо говоря, наш стрелка-компас направлена вдоль моментного поля. Она не процессирует бесконечно вокруг него. Вот. Ну давайте вот теперь узнаем, что наши моменты не могут просто так двигаться. Они должны именно процессировать. И теперь еще они, если друг другу взаимодействуют, то что такое спинная волна? Вот она примерно вот так должна выглядеть. Это вот они все эти моменты, эти стрелочки, процессируют по-своему, но есть общая связь между ними. Видно, что есть такая волновая структура. Если мы нарисуем это в двумерной системе, то и получится вот такая вот волновая структура, вот, в которой можно выделить длину волны, волновой вектор. Вот. Это плоская волна получается. Вот. И с этим работать уже как с волнами. Вот сейчас еще одну анимацию вам покажу. Сейчас, извините. Как это вот выглядит в двумерной? Немножко подвисает, конечно. Вот так это примерно должно выглядеть. Немножко такое залипательное видео. Как двумерная спинная волна выглядит. Вот. Ну, все мы посмотрели, что это такое. Вот. Ну, и нужно еще сказать пару слов про то, какие основные там взаимодействия внутри этой волны есть. Обменные взаимодействия — это те самые пружинки, которые связывают волчки или наши процессирующие моменты. Это очень сильное взаимодействие, но оно очень на небольшие расстояния распространяется, буквально на соседние атомы. Вот. А есть еще и диполярное взаимодействие, дипольное взаимодействие. Оно, наоборот, слабо достаточно, но действует на очень, как бы, далеко расположенные атомы между собой. Значит, обменная энергия, она стремится сделать параллельно все моменты, а вот дипольный — там гораздо сложнее. Там, скорее, наоборот, хочет перевернуть в обратные стороны. Но это легко понять. Когда вы магнитики подносите два, они хотят развернуться друг к себе на друга. То есть север к югу приблизиться — это вот то самое дипольное взаимодействие. Так, поехали дальше. Какие материалы люди используют в основном? Конечно, их гораздо больше, но основные материалы при исследовании спинных волн. Значит, я здесь привел три классических вообще фермоидных материала. Они не очень годятся для спинных волн. Вот эти три нижних, они уже более-менее подходят для спинных волн. Но самый лидер, один единственный вообще, больше у него аналогов особо нет пока, это вот этот материал, он называется ЖИК, И3-Феррум О12, И3-Феррум Гранат его называют еще. Значит, в чем он отличается от всех других? Надо посмотреть вот на время жизни, лайфтайм. Время жизни вот этого возбуждения. Помните, я говорил, что он затухает в конце концов. Вот сколько он будет так вот крутиться? Сколько будет спинная волна жить сама по себе? Значит, у всех это порядка наносекунды. У железа еще меньше — 80 пикосекунд. А вот у этого ЖИГа — это 600 наносекунд. Это в тысячу раз больше, почти в тысячу раз. То есть это, конечно, существенно облегчает работу с этими спинными волнами, потому что это очень долго живущие, получается, возбуждения. И поэтому основные работы сделаны как раз вот на этих ЖИГах, но люди постепенно переходят на другие материалы, уже как бы зная, что должно происходить. То есть как бы фундаментальную физику спинных волн поняли на ЖИГах, а дальше ее расширяют на другие материалы. Так. Ну, надо сказать, что это монокристалл еще обязательно. Это монокристалл. Хорошего очень качества. Значит, давайте теперь поговорим, как эти спинные волны возбуждать. Не тепловые, которые вы можете температурой возбудить, а именно когерентные спинные волны. То есть такие с определенной фазой, чтобы с ними можно было работать. Самый простой вариант предложил Чарльз Китель. Еще довольно давно, в 60-х годах. Тогда еще не было никакой технологии по напылению специальных наноструктур. И поэтому сложно было как-то делать очень маленькие микровозбуждения, микроантенны, чтобы спинные волны возбуждать. А вот он предложил простой вариант напылить тонкую пленку. Вот эта тонкая пленка. И пленки уже умели пылить, достаточно тонкие. И как бы в ней, по толщине этой пленки, создать стоячую спинную волну. Значит, в чем отличается стоячая от бегущей? А в стоячей спинной волне они все моменты вращаются в одной фазе. Но у них меняется амплитуда по направлению, по толщине в данном случае. Это очень похоже на то, как вы получаете стоячие спинные волны, стоячие волны акустические на гитаре, допустим, на струне. Дергаете струну, она закреплена, и там возникает стоячая волна. Вот. Здесь надо тоже закрепить только не струну, а вот эту прецессию на концах, то есть на интерфейсах этой пленки. Тогда может спинная волна возникнуть. Надо просто приложить постоянное поле и переменное поле, то есть постоянное — то самое аж эффективное, в которого моменты вращаются, а переменное — оно как раз возбуждающее поле, чтобы у нас в прецессии возникало. Вот. Это он предложил, это пронаблюдали экспериментально. Действительно, вот эти пики, значит, давайте расскажу. Это график по оси х в магнитное поле, а здесь поглощение в резонаторе, в котором помещен образец. Вот каждый пик соответствует моде спинной волны, стоячей спинной волны в этом образце. Это пленка пермалоя, вот. И моды — это вот то, что я говорил, изменение прецессии, амплитуда прецессии, момента. Вот она, первый мод — такая. Вторая мода не наблюдается за ее антисимметричностью. Третья опять наблюдается. Вот они здесь проявились. Эти моды, как бы тут очень детальное наблюдение получается. Уже люди внутрь посмотрели не просто там какие-то тепловые моды посмотрели, тепловые колебания, тепловых макнонов, а создали, специально возбудили нужные моды. Более того, они изменением толщины пленки могут варьировать число этих мод. Вот. И поэтому это уже как бы… Люди посмотрели вглубь этих спинных волн. Уже отсюда пошел как раз взрыв публикации по спинным волнам, потому что это уже такое детальное представление. Можно отсюда вытаскивать дисперсионные законы и так далее. Вот. Ну, сейчас люди дошли до такого уже, что создают стоящие спинные волны в специальных маленьких нанорезоваторах. Вот здесь показан пример. Вот такого делают такие диски. Они размером примерно 200 санометров. Это очень мало. Но, как говорят, таких дисков можно уместить на срезе человеческого волоса примерно 10 тысяч штук. То есть это очень маленькие кусочки фермента материала. И вот в отдельном кусочке такой вот наноантенной, вот этот реальный снимок, ну, это микроантенна, скажем так, можно регистрировать стоячие спинные волны. Значит, они вот здесь возникают из-за того, что система ограничена такими ограниченными условиями. Вот. Вот эти пики, которые наблюдаются, это все эти моды спинных волн. А здесь просто разные диаметры. Ну, или радиусы этих колечек, этих дисков. Ну, чем больше у вас диск, тем больше мод может в нем возникнуть. Вот они такие моды. Вот. То есть вот до такого вы дошли, что могут регистрировать от отдельного нано-диска спинные волны стоячие. Все здесь хорошо с теорией соотносится. Мы тоже немножко этим занимались. Как бы я вначале говорил, что мой интерес к спинной волне, с тем, что мы этим занимались. То есть мы делали состоячие спинные волны в пленке. Тоже вроде все просто, но здесь есть хитрость, что мы меняли по толщине пленки магнитные свойства. Получается очень хитрая система. И моды спинных волн в ней вот так вот, получается, возникают. То есть первая мода вверху пленки, дальше вторая чуть ниже и так далее. Вот такое вот проникновение спинных волн в глубину пленки. Это все мы наблюдали и статистически как бы объяснили. Вот. Но интереснее, конечно, не стоячие спинные волны, а бегущие спинные волны, потому что с ними можно работать как с неким сигналом. Грубо говоря, электроны запускают там через транзистор и работают как с сигналом. Со спинные волны можно так же работать. И вот когда он ученец делать уже наноантенны, микроантенны, они смогли возбуждать эти спинные волны. Вот. Ну, пример здесь показан. Вот такая вот антенна. Это просто такая проволочка, через которую течет переменный ток с нужной частотой, примерно на несколько гигагерц. Вот. Он возбуждает спинные волны, потому что переменные… вокруг проволочки возникает переменное магнитное поле, как вы знаете, да, когда ток течет по проводнику, к нему к лицевой поле. Вот. На частоте фермогнитного резонанса для данного материала возникает возбуждение спинных волн, и они бегут в разные стороны спинной волны. Вот это как бы наблюдается спектр этих спинных волн. Вот здесь основная там мода, скажем так, это возбуждение. Если проследить, как спинная волна бежит от одной вот этой антенны к другой, то есть возбуждать спинную волну одной антенны и детектирует другой, то можно понять, какая скорость распространения спинной волны. Вот здесь просто меняли расстояние между этими антеннами, 19 микрометров, 4, 3, 1. Вот сигнал, который приходит на эту микроантенну. Видно, что чем больше расстояние, тем позже он приходит, а на каком-то расстоянии вообще не приходит, потому что просто спинная волна затухает. Вот. Ну, видите, хотя, наверное, наносекунды. Вот. И отсюда можно оценить скорость распространения спинной волны, групповую скорость. Вот она, порядка 4-6 километров в секунду, такая скорость. Почему она от поля зависит? Потому что меняется, как мы знаем, частота. Да, я говорил, что лармородка частота прицессии на профессиональном поле. Чем больше поле, тем больше частота, тем быстрее распространяется спинная волна. Вот. Ну и другой метод для именно наблюдения спинных волн. Люди изобрели специально для этого. Это очень мощный метод. Он сильно помог продвинуться вообще в понимании, что происходит. Это метод бриллионской спектоскопии. Он BLS называет, я буду в BLS говорить, чтобы короче было. Вот. Значит, в чем его идея? Лазером с определенной частотой, конгренентным светом, светит на материал, в котором должны являться магноны, и там происходит рассеяние этого света, значит, либо с поглощением магнона, либо с его рождением. И, соответственно, получается, частота либо увеличивается лазера, либо уменьшается. Вот. То есть мы видим потом, когда мы смотрим уже на спектр нашего излучения, отраженного рассеянного, мы видим основную линию, это просто отраженный сигнал, и вот два пика, которые как раз связаны взаимодействием с магнонами. Вот. Значит, техника примерно так выглядит. У вас лазер светит на образец, потом вы собираете этот свет обратно, в интерферометре выделяете нужную длину волны, анализируете фото детектором. Вот. Поскольку лазер можно неплохо сфокусировать, пучок, это, получается, техника с разрешением по пространству. Более того, сейчас последние технологии, с ближнепольные, они позволяют еще уменьшить, ну, увеличить разрешение до, там, уже десятка санометров дошли люди. Поэтому это, получается, очень пространственно разрешенный метод, который чувствует, где какая там волна возникает. Плюс это разрешение по времени можно получить. Плюс еще мы получаем разрешение по волновому вектору, потому что отклоняя падающий луч лазера, можно менять вот это соотношение сохранения импульса энергии, грубо говоря, вот, и детектировать магноны с разным волновым числом. Вот. Ну вот разрешение по времени 1 наносекунда, что неплохо, в принципе, по частоте это 50 МГц. Вот. Ну, максимальный волновый вектор, который мы можем… волновое число, которое мы можем увидеть, это… он ограничивается длиной волной лазера. С наоборот, вот по этому соотношению. Когда кочность это равно единице. Так. Значит, волновой вектор — это величина, которая обратно пропорциональна длине волны. Скажем так, чем больше волновой вектор, тем меньше длина волны. Вот. Поэтому с помощью этого метода нельзя увидеть очень короткие спинные волны. Это немножко такое ограничение этого метода. Ну, давайте посмотрим на дисперсионную кривую, которую получают с помощью БЛС. Вот. Просто тепловых магнонов. Никакого нету возбуждения. Просто за счет температуры они сами возбуждаются. Смотрим с помощью БЛС, вот поворачивая угол нашей системы оптической на разрешение по волновому числу и по частоте. Значит, эти линии наклонные — это фанонные дисперсионные, как бы фанонные линии акустические. А вот эта вот красивая кривая — это как раз-таки дисперсионная кривая для магнонов. Вот она такая хитрая. Напомню, что как бы групповая скорость, она равна производной от df по dq, то есть наклону этой кривой. И вот в этой области вообще получается отрицательная групповая скорость. Вот. Плюс еще есть минимум у этого дисперсионной кривой. Вот. А можно посмотреть разрешение во времени в пространстве, о чем я и говорил. Вот, допустим, мы возбуждаем спинную волну вот в этом месте и смотрим, как разбегаются спинные волны в разные стороны по вот этому волноводу. Вот. Ну вот. Видео сегодня показать не могу, но здесь меняется время по горизонтали. Вот это начало возбуждения. Они пошли, разбегаются. Интенсивность падает за счет демпинга, за счет затухания, естественно. Но вот все. Можно прям в реальном времени увидеть, как происходит движение спинных волн. Так. Теперь нужно поговорить про нелинейные эффекты. В принципе, когда вы возбуждаете на какой-то частоте спинную волну, на той частоте она как бы существует. Вот это частота возбуждения по оси Х, а это частота спинной волны, которая из БЛС определяется. Вот это основная линия, когда частоты совпадают. Но появляются другие частоты на самом деле. Это связано с тем, что магноны между собой взаимодействуют. И получается, там, во-первых, вот эти два магнона могут превратиться один сюда, один сюда. Частота у одного возрастет, у другого упадет. Появляются, во-вторых, еще магноны с частотой удвоенной, утроенной. Это как в оптике примерно, нелинейные эффекты. Вот. И это тоже как бы надо иметь в виду. Причем эти нелинейные эффекты, они проявляются при больших мощностях. Вот если маленькая мощность накачки, то все линейно, грубо говоря. А если большая мощность накачки, то вот эти как раз эффекты начинают проявляться. Ну и давайте немножко детальнее посмотрим на дисперсионную эту кривую. Значит, она довольно хитрая. Она очень сильно зависит от направления магнитного поля. Вернее, соотношение, куда направлено распространение спинной волны и куда направлено поле магнитное. Вот тут два таких вот противоположных варианта, когда распространение волны и магнитное поле ортогональны, а здесь, казаться, направлены. Видите, насколько отличаются дисперсионные кривые и почему так происходит. Это очень просто объясняется с точки зрения магнитостатики, диполи-диполи-диполи-замодействия, скажем так. Значит, когда у нас вектора направлены противоположно, вернее, ортогонально, значит, у нас волна распространяется в это направление, а моменты направлены вот сюда все. Потому что поле что направлено, и поле их туда выравнивает. И вот посмотрим на проекцию на плоскость от этих красных наших стрелочек, наших моментов. Значит, этот момент, у него проекция направлена вправо, вверх, а у этого момент влево, вниз. Это, грубо говоря, наши магнитики повернулись одинаковыми полюсами друг к другу и отталкиваются. Эта такая ситуация повышает энергию системы, поэтому у нас дисперсионная кривая идет вверх. А другая ситуация, когда у нас и волна распространяется в это направление, и поле момент вытаскивает в это направление, и поэтому проекции, они уже направлены в противоположные стороны. Вот у этого сюда смотрят, а у этого сюда смотрят проекции. Это как бы магнитики направлены друг к другу противоположными полюсами, что понижает энергию, и поэтому у нас уменьшается частота нашего дисперсионной кривой с включением волнового вектора. Далее, если потом рисовать… сейчас я к этому перейду. Если рисовать далее, вот это, то, что я показывал, это вот эта кривая и вот эта кривая, вот этот спад. Потом они все начинают подниматься вверх за счет того, что уже на больших волновых векторах, когда очень маленький длинный волн, влияет очень сильно уже обменная энергия, а диполидипонизм они уже не сильно как бы сказываются, и они все вот на одну, как бы, такую вот кривую выходят, которая профессионально Q квадрат. Еще нужно сказать, что обычно все это делается в пленках, и поэтому возникают некие моды, связанные вот с запиранием спинных волн в неком пространстве. Вот есть моды, связанные с толщиной, да, это как раз-таки стоящие волны по толщине, которые я давно еще показывал. Вот, вот они как-то здесь нарисованы, дополнительные, получается, более высокие частоты. А есть еще моды, которые связаны с тем, что у вас волновод может быть очень узкий, быть там 100 нанометров или 200 нанометров, грубо говоря, тогда вот здесь тоже могут возникать некие моды, то есть стоячие волны, грубо говоря, у вас амплитуда процессии по латеральным направлениям будет меняться. У них будет частота, будет, может, понижаться. Ну, про это уж не будем сильно углубляться, просто надо иметь в виду, что там все обычно сложнее, может быть несколько мод, когда вы зажимаете спинную волну в некий волновод, который очень маленький. Ну, еще есть другой вариант, когда у вас поле направлен вертикально вверх. Это совсем другая ситуация уже. Она не зависит от того, куда направлен q-вектор, потому что это все симметричная ситуация получается. И вот дисперсионный криваль вот так вот выглядит совсем по-другому. Вот, ну, еще пару слов надо сказать, что люди разработали магнонные кристаллы. А это такие кристаллы, у которых магнитные свойства в каком-то направлении меняются периодически. И вот по аналогии там с оптическими фотонными кристаллами возникают некие запрещенные зоны для определенной частоты, в которых как бы спинная волна не может распространяться. Вот. Это тоже потом будет использовано в этих магнонных кристаллах. Так. Давайте теперь перейдем к реальным экспериментам по распространению спинных волн в волноводах. Это самое интересное. Как они двигаются в волноводах? Вот здесь люди с помощью точного контакта, наноконтакта, создавали автопрецессию, автоколебания. Не будем деталей вдаваться, как это происходит. В общем, неким образом создали возбуждение спинной волны, и вот она побежала по этому волноводу. Вот. И вот смотря с помощью вот этого БЛС сверху, как это распространяется. Вот видно, что она двигается, распространяется спинная волна. Это самый простой эксперимент. А теперь давайте более сложный вариант. Значит, как я говорил, спинная волна, возбуждаемая, допустим, антенной, она такая кодерентная, у меня есть фаза. Вот если мы две спинные волны создадим и направим их навстречу друг другу, вот, допустим, одной антенной другой антенной, то они будут интерферировать, эти спинные волны. Вот здесь показана реальная картина вот этого БЛСа, и видно, что тут интерференция спинных волн. Вот расчет, он прям полностью подтверждает эту интерференцию, все как положено. То есть эти волны могут, как и оптические волны, интерферировать. Далее, если у нас волновод не прямой, а какой-то искривленный, то эти волны начинают отражаться от стенок, потому что они не могут распространяться вне ферромагнитного материала. То есть если есть какая-то вакуум, еще что-то, они просто будут отражаться, вот так вот уже распространяются, отражаясь от стенок. Более того, если вы сделаете такой сильный загиб, то спинная волна, в принципе, может и его пройти. Конечно, она тут начнет довольно сильно гулять, с большим углом отражения ходить, но тем не менее она может и такой поворот совершить. Другой интересный эксперимент. Как мы знаем, световые волны, какие-то вообще волны могут преломляться, и спинные волны тоже могут преломляться. Здесь давайте схему объясню. Материал, он сделан таким хитрым образом, что вот здесь полочка в этом месте. Вот она, полочка, вот нарисована в вертикальной линии. Дальше под углом есть антенна, которая возбуждает спинные волны, которые бегут вот в это направление, такие плоские спинные волны. Вот они распространяются, их видно. Далее на этой полочке, за счет того, что меняются свойства материала, происходит преломление, и у вас меняется и длина волны, и угол распространения, то есть приходит реальное преломление спинной волны. Все как положено. Только единственное отклонение от обычной оптики в том, что у вас закон этих синусов не работает. Он более немножко сложный, потому что у вас, грубо говоря, k — это не константа. Ну, константное преломление не константа, а действительно направление. Вот. Это надо учесть просто-напросто. Вот еще интересный опыт, когда из волновода распространяют спинную волну в объемный материал. Ну, он, конечно, плоский, это тоже пленка, но она вот сильно увеличивается в латеральных размерах и наблюдается вот такое вот хитрое явление, называют его каустикой. Когда у вас при опленных условиях спинная волна вот так разбегается в два таких вот луча, скажем так, которые сильно сфокусированы. Вот. Ну, это такой хитрый эксперимент. Вот это явление можно, в принципе, использовать. Каким образом? Если вы сделаете вот на выходе этих двух лучей два волновода и, меняя эти условия, они очень тонко настраиваются, да, вы можете направлять либо в один волновод в вашу спинную волну, либо в другой волновод. Вот тут меняется частоту возбуждения, вот антенна, возбуждая спинную волну, 11 ГГц, здесь 14 ГГц, 13,8. И вот у вас в разные заходят волноводы спинная волна. Еще более интересный эксперимент, когда у вас один волновод, по которому есть ближний спинная волна, он находится рядом с другим волноводом, довольно близко, и поэтому между ним существует диполь-дипольное взаимодействие. Грубо говоря, второй волновод чувствует, что происходит на первом волноводе. Вот. И люди показали, тут довольно, уже вы видите, размер довольно маленький, нанометры, там 300 нанометров, такие уже очень микромасштабы. Показали, что спинная волна может просто перескакивать с одного волна на другой. Вот здесь показано, в зависимости от частоты, значит, в первом случае она пошла, перескочила, во втором случае она пошла по обеим плечам, а в третьем случае она вернулась как бы в свое исходное состояние. почему так происходит? Потому что это как бы улучшаются связанные осцилляторы между собой, и энергия перекачивается от одного к другому осциллятору. Вот она перекачка как бы тут видна, вот он сюда прискочил, потом обратно, и нужно просто подобрать момент, когда у вас они начнут расходиться, эти волноводы друг с другом, и как бы спинная волна останется в каком-то из этих волноводов. То есть надо просто подобрать. А вот эта осцилляция, она очень сильно зависит от внешних условий, и вот меняя там частоту, поле, меняя мощность, допустим, интенсивность спинной волны, можно в разные как раз-таки волноводы загонять нам спинную волну. вот, вот все эти свойства я вам рассказал, и уже зная все это, люди стали как бы думать, куда это все можно применить. Естественно, самое такое передовое направление это компьютерные расчеты, то без чего мы сейчас жить не можем, и надо еще улучшать, увеличивать мощности, поэтому, в первую очередь, в это направление направлено все усилия, вот, и уже есть некие подвижки, то, о чем я говорил, как раз такие фундаментальные работы, которые, как бы, запустили лавину исследований на эту тему. Вот одна из таких работ это создание магнонного транзистора. Значит, простой транзистор, как вы знаете, полупроводниковый, полевой, который в наших процессорах стоит, он стоит очень, как бы, он очень сложный, но, как бы, в простоте можно описать довольно просто. У него есть источник source и сток. Сток и сток, через который может течь ток, там есть канал, и этот канал как раз запирается напряжением на затворе на гейте. Вот. И малым сигналом на гейте можно управлять большим сигналом на стоке и стоке. Это некий такой вот тумбер включить-выключить, говоря, и вот такую бинарную логику можно использовать для вычислений. Это вот классика уже, понятно она, я думаю, всем. И поэтому хотелось повторить с помощью магнонов такую же логику, потом эти, как бы, те же самые алгоритмы использовать. Вот здесь полностью магнонная логика. Значит, в чем она основана? Что у вас из источника проволочка бежит спинная волна или магнон, все одно и то же. И здесь вот есть второй источник спинных волн, который служит затвором. А дальше вы смотрите, что у вас приходит на ваш исток на третью антенну. Вот. Это полная аналогия с сток и сток гейт, затвор. Значит, в чем там интерес? В том, что малым сигналом на гейте можно запирать полностью движение магнонов. Как это делается? Вот здесь, на самом деле, очень хитрый материал. Здесь магнонный кристалл. Вот. То, о чем я говорил, у которого есть некие запрещенные зоны. Вот. Если как раз возбуждать вот здесь вот спинные волны в этой запрещенной зоне, то они никуда не будут распространяться. Вот. Вот она здесь как раз показана. Вот это запрещенная зона. Transmission 0. Ну, очень маленькая Transmission. Вот здесь на гейте возбуждает спинные волны. А на источнике возбуждаются спинные волны, которые не находятся в запрещенной зоне. Вот здесь. У которых хорошая пропускающая способность. Вот они бегут, спокойно бегут. Но когда вы начинаете прикладывать вот здесь переменные напряжения, у вас возникают эти спинные волны хоть и в запрещенной зоне, но они локально как бы находятся. Они просто никуда не распространяются. Они локально стоят. И чем больше сигнал, тем их больше накапливается. Начинается рассеяние на этих спинных волнах, и у вас поток тормозится. Вот это как бы реальный образец, который использовался довольно большой, макроскопический, конечно. Вот эта логика, нарисованная в трехмерном виде. Вот эти спинные волны распространяются, как квазичастицы. И красненькие — это как раз-таки стоячие, вот эти, ну, никуда не убегающие волны в запрещенной зоне. Приопленные мощности на них сильное рассеяние происходит, и как бы затвор запирает наш канал, спиновый канал. Вот это реальный эксперимент. Значит, мощность на затворе от нуля до 80 млвт. Вот при 80 млвтах у вас ничего не происходит на ваш дрейн. То есть это сигнал на дрейне во времени. Когда у вас открыт полностью канал, вот сигнал прихода спинового волн на дрейн очень хороший. Когда канал закрыт, ничего не приходит. Вот это такая логика магнонного транзистора. Дальше можно как бы это использовать, но нужны, конечно, какие-то усилители, которые оставить, чтобы они как бы задухающий сигнал потом усиливали дальше. Вот. Теперь другая логика основана… Сейчас, извините. Основана как раз вот этих взаимодействующих волноводов, которые находятся друг около друга. Значит, вот здесь показана такая схема. Это не эксперимент, это микромоделирование, а это вот эксперимент. Ну, я раньше вам показывал примерно похожие картинки. Значит, тут немножко сложнее ситуация. Тут, видите, два сопряженных элемента. Вот здесь вот есть сопряженные волноводы и вот здесь вот есть сопряженные волноводы. Они так вот подобны на расстоянии между ними, их длины, чтобы происходило такое взаимодействие. Значит, если у нас здесь в А идет спинная волна, здесь не идет, то здесь они разделяются на две. Дальше спинная волна идет, она проходит по этому каналу. по этому волноводу. Вот. Это ситуация 1,0, 1,0. Дальше. Если у нас по волноводу А ничего не идет, а идет по волноводу Б, 0,1, она опять разделяется, потому что симметричная ситуация, на два, идет здесь и опять попадает в эту волноводу С. Получается 0,1, 1,0. Но если вы пускаете по обоим волноводам 1,1 делаете, то уже ситуация меняется, она не раздваивается, потому что от мощности тоже зависит каплинг между, взаимодействие между волноводами. И все уходит на верхний волновод, вот сюда. Такая удвоенная спинная волна мощная идет. Вот. А за счет того, что она очень мощная, опять-таки влияние от каплинга чувствуется и уходит все в нижнюю волну, вот в С. Получается 1,1, 0,1. И это получается такой вот магнонный полусуматор. То есть если у вас было бы тут еще 0,0, то тут тоже было бы 0,0, ничего не происходит. Вот. Это как бы просто некий арифметический как бы устройство, которое можно складывать в двоичном коде. вот такие вот перспективы люди показывают. Это еще не устройство, это только некие вот показательные эксперименты, которые говорят, что такое возможно сделать. К этому люди идут. Значит, уже ближе к концу мы подходим. И я хочу сказать про второе направление интересное с точки зрения спинных волн. Это база-конденсация. Значит, почему оно интересен? А спинные волны это вообще квазичастицы со спинным, с целым спинным 1. То есть они подчиняются статистике базы Эйнштейна. Это значит, что они могут все свалиться на один уровень нижний при этом при охлаждении. Но если мы будем охлаждать, у нас все спинные волны пропадут просто-напросто, если мы в 0 уйдем. Потому что это некие возбуждения. Вот. Поэтому тут так не сработаешь. Надо немножко по-другому действовать. Вот давайте посмотрим, как люди действуют. Значит, надо смотреть на нашу вот эту дисперсионную кривую. Помните, я говорил, что она вот такая хитрая сначала падает, потом увеличивается. Вот есть некий минимум. Вот этот минимум как раз область, куда и должны скатываться все спинные волны при базе-конденсации. Вот. Это тот самый нижний уровень. Значит, и вот реальный эксперимент люди проводят. Они возбуждают такой проволочкой, опять-таки, антенной спинные волны. Там такое хитрое параметрическое возбуждение параллельное. В общем, частота 14 ГГц, она этот фотон дает две спинные волны, два магнона с частотой 7 ГГц. Разглавится на этой половинке, еще и на этой половинке на самом деле второго возникает. Вот. Довольно такая эффективная накачка. И что люди видят? Вот если мы эту картинку повернем вертикально, по оси Y отложим как раз в волновый вектор, то в определенном… для определенного волнового вектора мы видим очень сильный максимум. Вот он. То есть здесь как раз-таки накопление происходит квазичастиц на этом уровне, скажем так, с этой длиной волны. ну это и есть как бы образование базы конденсата. Более того, если у вас мощность большая на качке очень, то у вас никакого-то базы конденсата не возникает. Там такая очень перегретая получается перегретый газ магнонный. Вот. Но если вы выключаете накачку, то у вас через некоторое время все собирается опять на этом уровне и какое-то время существует буквально, ну не знаю, 300 нс. Это тоже базы конденсата живущий. Вот это экспериментальное подтверждение базы конденсата. Более того, эти базы конденсат, у него одна длина волны, он находится как бы в когерентном состоянии, то есть мы можем писать одной волной функций, но помните, я говорил, что у нас параметрическое возбуждение возбуждает базы конденсата с двумя как бы длинными ну, двумя волновыми векторами. Одинаковая длина волны, но распространяются эти волны в разные стороны. Если у вас маленький достаточно объект, то эти волны будут отражаться от стенок, возвращаться, интерферировать между собой. И вот это в эксперименте наблюдали, это картина интерференции как раз-таки вот этих двух базы конденсатов от разных половинок дисперсионной кривой. вот эти характерные интерференционные полосы мы видим. Так, ну и последний как бы красивый эксперимент с базой конденсатом, как люди сделали. Они попробовали сделать сверхбыстрое охлаждение на наноструктуре. Вот здесь вот такая вот линия, это тот самый жиг шириной 500 нанометров, толщиной 70 нанометров. Он сверху покрыт платиной. А все это лежит на большом кристалле там 3G подложка для жига. Вот. И запускает импульс тока, квадратный импульс тока вот такой вот по этой проволочке. Она разогревается и у вас ну с тем приходит от комнаты к температуре 415 кельвин. Ну примерно на 115 градусов вы повышаете температуру. Вот. Потом резко вы отключаете ток и вот происходит резкое охлаждение, потому что огромная тут у него как бы подложка массивная, теплоемкая, теплородость хорошая, она снимает температуру, да, фононы резко охлаждаются, остается некий такой перегретый газ магнонов, который охлаждается и конденсируется опять-таки на базе конденсат. Вот это наблюдалось в эксперименте по времени разрешения. Значит, это просто спектр ваших спинных волн тепловых магнонов, никакого возбуждения дополнительного, просто тепловые магноны. Вот основная мода это мода стоячая мода, то есть там вторая мода внутри пленки толщина это 70 сантиметров, потому что у нас пленка ограничена. Это мода связанная с том, что у нас ограничено по ширине спины волны. Вот, это не так важно. Важно, что когда мы начинаем нагревать, вот импульс начался, частоты падают, потому что намагичность уменьшается нашей системы из-за нагрева. Вот, и когда мы включаем резко нагрев, у нас на этой частоте, на которой должно происходить, возникать база конца, в этом минимуме, как раз резкий-резкий сигнал возникает, это как раз возникновение базы конденсата, который потом восстанавливается. Вот, но существует, видите, всего лишь 50 наносекунд, такие очень маложивущие объекты. Вот, ну и, наверное, я пришел к концу. Хочу сказать, что магноника это молодая еще пока и очень бурно развивающаяся область физики. Естественно, главное, как бы, стремление людей использовать магнонику для каких-то вычислений, потому что у нас в чем преимущество, я, может, не сказал еще, в том, что когда движется спинная волна, заряд не движется, то есть нету никакой диссипации заряда, вот, энергия этого возникает очень маленькая, в принципе, ну, там, это гигагерцы, а энергия магнона это H-new, да, вот, получается, там, микроэлектронвольты, вот, и вот уже выходят дорожные карты, как оно должно развиваться, roadmap Magnonics, roadmap Spinway Computing и так далее, и очень большое там число соавторов, 70-80 человек, очень много направлений различных, как все это делать, просто это, в общем, так бурно развивается лавинообразность, скажем так. Во что вылезть, пока непонятно. Будет ли реальное устройство, сложно сказать. Наверное, когда-то получится что-то сделать. Все, я заканчиваю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok